Ровно год назад мир облетели кадры начала спецоперации России на Украине. Молниеносные ракетные удары по аэродромам и радиолокационным станциям, ввод войск по нескольким направлениям. Другого выхода у Владимира Путина не было. Давайте же вкратце вспомним предысторию. Запад готовил войну 8 лет, обманывая Россию Минскими мирными соглашениями, а тем временем Евроатлантический военный блок накачивал нацистский киевский режим оружием, обучал солдат ВСУ. Весь 20-21 годы Евроатлантический блок проводил военные учения на Украине. 12 тысяч солдат из Украины, 8 стран НАТО, тяжелая военная техника и авиация, всего 700 единиц. Таких масштабных учений незалежные еще не видели. Руководит маневрами американская сторона. По легенде учения, международный контингент дает отпор стране агрессору. Что за агрессор, в НАТО не скрывают. Как и то, что военные маневры под Львовом Рэпид Трайден 2020 – ответ России на ее плановое учение «Кавказ-2020». Это не только новый этап усовершенствования военного мастерства. Это важный шаг на пути к евроинтеграции нашего государства. Осенью 21-го шли активные приготовления вступления Украины в НАТО. Россия неоднократно пыталась донести до Запада свою позицию. В случае расширения НАТО мы вынуждены будем защищаться. Но итог многочисленных переговоров был нулевой. Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и от, не знаю, Днепропетровской, до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красные линии или нет. С 2016-го американские ракеты дежурят в Румынии. А летом этого года Пентагон приступил к размещению оружия на еще одной базе ПРО в Польше, в поселке Редзикова. От обеих баз до Москвы по прямой около 1600 километров. Дальность крылатой ракеты «Тамагав», которая может быть загружена в эти пусковые установки, 2500 километров. Находящаяся северо-восточнее территория Украины гораздо ближе к центральной России, а значит, короче и подлетное время ракет. Наличие такой угрозы неприемлемо для Москвы, при том, что после нескольких волн расширения Альянса его страны уже практически и так вплотную подошли к российским границам. Как и следовало ожидать, Евросоюз отказал России вправе ВЕТО на вступление Украины в НАТО. Но последней каплей, переполнившей чашу терпения Путина, стал ядерный шантаж Зеленского. 20 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил о желании Украины выйти из Будапештского меморандума и возродить производство ядерного оружия. И это было вполне реально. Завод «Южмаш» при СССР производил баллистические ракеты. Технологии сохранились, а боевым ураном или плутонием всегда могут снабдить заботливые западные друзья. Они спят и видят, что славяне сожгут славян в ядерном пекле. И Путин наносит упреждающий удар. То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Спустя год проведения СВО окончательно стало ясно. Мы воюем на Украине со всем западным миром, который продолжает накачивать в СССР оружие. На фронте сейчас относительное затишья перед весенним наступлением. Для англосаксов это война за сохранение мирового господства. Для нас великая отечественная битва за само существование России. И из этой битвы Россия выйдет только с победой. Все растает словно лед. Только одно останется нетронутым слава Владимира – слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Судя по всему, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан объединятся в союзное государство. В тесном сотрудничестве с Китаем, Ираном и Индией страны создадут невиданное в истории экономическое пространство с мощным научно-техническим потенциалом. Субтитры создавал DimaTorzok